Поэтому вот такая вот была дружба. Стыдно даже какие-то моменты признать, но я его, на что он на меня набросился, начал душить. Я тебе сейчас кое-что скажу, только ты никому не говори. Мой парень оговорил мою лучшую подругу. Да я для человека всё, а получаю одни слёзы. Я перед этим ещё скажу, ты уверена, что хочешь сказать? Может, лучше не надо говорить? Для меня это страшно, честно. Мне было бы очень сложно. Всем привет, мои хорошие. С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Сегодня я выгляжу так необычно, по боевому раскрасу. Ну, что внутри, то и снаружи. Но вообще я всегда люблю как-то экспериментировать на камеру. И вот так вот в жизни, наверное, меня встретить уже невозможно. Может быть, лет 10 назад я могла так эффектно нарядиться и выйти в люди. Но на сегодняшний день я, наверное, только на камеру могу себе позволить так ярко что-то поэкспериментировать. И даже, честно говоря, и не знаю, как вам мой образ нравится, когда вот так вот ярко. Или вам нравится привычная Селена, чаще не накрашенная или там с минимальным мейком, с прямыми волосами. И, в общем, обратную связь вашу жду по поводу своего внешнего вида. Я ещё не могу понять. Я уже отвыкла от себя, от такой, если честно. Сегодня у нас видео вопрос-ответ. И сегодня у нас тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, между друзьями, между родными. Я поделюсь своим взглядом, потому что мой взгляд многим импонирует. И мне кажется, почему ещё я им делюсь вот так вот, да, мне кажется, что мой взгляд довольно-таки полезен, потому что я им пользуюсь уже на протяжении очень многих лет. И вам скажу, он освобождает, немного освобождает от всяких таких неких головников, да. То есть некий взгляд, который заставляет не париться по той или иной теме, да, высвобождает вот эту энергию какую-то, может быть, негативную, которая может держаться из-за другого какого-то взгляда, да. То есть я делюсь именно своим взглядом, который даёт мне возможность налаживать прекрасные отношения с людьми. Либо если они не налаживаются нормально, то тоже нужно сделать правильный вывод и правильные действия, чтобы ни вас, ни другого человека это не парило, не заставляло страдать. В общем, какой-то такой освобождающий взгляд, я бы сказала, да. На моей практике он работает уже много лет, и поэтому я им с удовольствием делюсь. Если он вам поможет, я буду только рада. Ну, давайте приступим. Открываю ваш пост в Инстаграме, вы мне писали, я также делала предыдущий влог, говорила, чтобы писали. Вопросы есть, вопросов много, вопросы интересные. А, давайте на первый вопрос я отвечу как раз-таки девочке, которая написала мне в директ, и она попросила, чтобы этот вопрос, чтобы этот вопрос я не озвучивала, там, имя и всё такое. И она в комментариях не писала, потому что, ну, как бы, аноним. Я с бывшим рассталась 7 лет назад. Мы оба сейчас женаты и не вспоминаем друг о друге. Но я сохранила хорошее отношение с его сестрой, и благодаря мне она познакомилась со своим нынешним мужем. Тем не менее, она не пригласила меня на свою свадьбу, потому что там, само собой, будет её брат, мой бывший. Мы были близкими подругами, но этим она меня очень обидела, ведь я очень хотела быть рядом с ней в этот важный день. Какое твоё мнение на этот счёт? Тебе не кажется, что она поступила эгоистично? Ну, во-первых, сразу, что приходит мне на ум, с пониманием я отношусь к этой девушке, к сестре, это в первую очередь её брат. И мне кажется, родственные связи, если они хорошо выстроены, да, и всё хорошо, это всегда, наверное-таки, первое место. В жизни так получается, что если тебе нужно выбрать между каким-то родным кровным твоим человеком, да, с которым у тебя тоже прекрасные отношения, да, и там, например, подруга, то, ну, очевидно, и это нормально, что человек, скорее всего, выберет своего кровного родственника. Это если отношения и с теми, и с теми хорошие, да. И я не знаю, например, какой бы я сделала выбор, смотря какая ситуация, это очень, так, знаете, деликатно. Я бы, может, попыталась что-то решить, поговорить, чтобы все всё поняли, как бы, да. Но сам факт, что я, как подруга, например, чья-то, да, могу понять, что мой друг или, там, мой близкий человек, возможно, в какой-то момент, когда придёт выбор, сделает его в пользу своего родственника. И для меня это не будет каким-то удивлением. Это первый момент, который вот я со своего взгляда вижу. То есть я уже сразу меньше ожидаю от человека и стараюсь её понять, потому что это её брат. Другой момент, что она, если вас не предупредила, никак не сказала, никак не поговорила, не постаралась этот момент смягчить, а просто вообще не пригласила, то, может быть, дело вовсе и не в бывшем, может быть, дело в ваших взаимоотношениях, может быть, вы её считали такой какой-то подругой, и вот вы там для неё сделали дело и ожидали, что она пригласит вас на свадьбу, а она вовсе так и не думала и, может быть, общалась с вами постольку, поскольку это вопрос ожиданий. Вот. Но я бы на вашем месте сильно серьёзно не относилась бы к этой ситуации. Во-первых, с одной стороны, я отнеслась бы с пониманием, да, что это брат, и если причина в этом, то её можно понять. Но обратите внимание на другой вопрос о том, что человек, если с вами не поговорил, да, и как-то не извинился заранее там, да, и если вы друзья, то это обязательно должно было состояться, как-то это вообще как-то, ну, если совсем ничего не сказал человеку, просто молча не пригласил, а вы так тесно общались, то это как минимум странно. Вот. Поэтому, может быть, стоит об этом поговорить, и, может быть, найдутся какие-то оправдания и извинения, и вы расслабитесь, либо просто сделайте вывод и поймите, что вы ожидали от этого человека больше, чем она могла вам дать. Просто сделайте выводы и поменяйте отношения. Общайтесь точно так же, постольку, поскольку, или не общайтесь вообще, если вам неинтересно с ней больше общаться. Вот так бы я взглянула на эту ситуацию. Ну, а теперь поехали по открытым вопросам. Селена, как ты думаешь, как в паре должны распределяться финансы? Женщина должна сидеть дома с детьми, а за всё платит мужчина? Или всё-таки лучше иметь общий бюджет? Я считаю, что в идеале, в идеале мужчина должен быть добытчиком. И в идеале это, я думаю, даже не только потому, что мне так хочется, я так хочу, а просто потому, что женщина – это такое существо домашнее, дома очень много всяких забот и дел, энергия девушки должна быть спокойная, свободная, девушка должна заниматься творчеством, тем, что хочет, потому что она создаёт погоду в доме, и она не должна напрягаться. Если девушку напрягает работа, она не должна работать. А по сути, и мне кажется, по сути мужской, он должен быть добытчиком. Это их суть. Если мужчина не добытчик, мне кажется, что что-то рушится. Это идёт испокон веков, когда женщины дома делают уют, следят за детьми и просто физически не могут идти ещё куда-то добывать деньги и еду, а мужчина из тех старых времён идёт, это и добывает. И мне кажется, по сей день сохранились какие-то такие инстинкты, какие-то такие желания внутренние. Может быть, мужчина и не хочет работать, и не хочет ничего делать для своей семьи, но он всё равно остаётся охотником. Всё равно. Он, может быть, свои охотничьи способности как-то в другом русле применяет, не в заработке денег, а в чём-то другом. Но что касается, вот если просто тупо ответить на этот вопрос вот так вот, то я считаю, да, что мужчина должен зарабатывать деньги, и это круто. Но для девушки сидеть дома тоже и ничего не делать, и никак не развиваться, тоже не айс, и это не будет хорошо для отношений. То есть, по идее, по-хорошему, ей бы вкладывать свою энергию просто в то, что она хочет. А если это приносит деньги, то супер. Но и в целом я не вижу никакой проблемы, если два человека работают. И да и круто, если есть общий бюджет, и получается у людей им распоряжаться, но при этом должны оставаться свои деньги у каждого, потому что у мужчины есть свои какие-то штуки, которые мы, девушки, не понимаем. И типа, нет, общего бюджета не надо на это тратить. Ну а мы сколько тратим, извините меня, мужики, вообще не поймут, да, на себя, на красоту, на всякие там сумочки платятся. Да мы больше их, по-моему, тратим. Ну, разные мужчины и женщины бывают, да, но тоже могут не согласиться. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь общий бюджет, который идёт там на продукты, на там то-сё. И у каждого ещё есть свой бюджет, которым распоряжаешься как хочешь. И вообще в моём таком миропонимании, честно говоря, взаимоотношениях, да, нет такого вот, как вот оно правильно. Мне кажется, правильно так, как у людей гармоничнее получается развивать свои отношения. Поэтому я, наверное, больше говорю о своём взгляде и как мне было бы гармонично, да. То есть мне было бы гармонично, чтобы было бы так, чтобы девушка занималась тем, что она хочет. Значит, если получает деньги за это, большой плюс. Но она не должна париться о том, где добыть деньги и как будет её ребёнок, как она будет его воспитывать, как она будет заниматься уютом домашним, да, если ей нужно думать о том, где заработать деньги. Это вот что-то не то, диссонанс. Я бы в диссонансе была. Но есть пары и обратные. Есть, где девушка работает, а у мужчины получается создавать уют и смотреть за детьми. И почему нет, если им нравится, им комфортно, они кайфуют и гармоничная семья. Почему нет? Я не против и не скажу, что они живут неправильно никогда. Для меня главный показатель — это вот гармония и удовлетворённость своими отношениями. И непричинение никому вреда этим. Какие претензии? Мне кажется, никаких не может быть претензий. Поэтому я бы на ваш вопрос ответила бы так. Как должны? Должны так, как вам лучше. Вот вы пишите, как должны быть распределены финансы, да, или всё-таки лучше иметь общий бюджет? Я бы встречный вам вопрос задала. А как для вас лучше, чтобы мужчина зарабатывал деньги или чтобы у вас был общий бюджет? Вот как вам лучше, так и делайте. Силя, как думаешь, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Я уже отвечала на этот вопрос не одиннажды. Я считаю, что да, бывает, но это исключение, скорее всего, из правил. Почему я так говорю и говорю об этом очень убеждённо? Потому что у меня есть друг. У меня есть друг, и я с ним не так часто сейчас общаюсь. В силу того, что я в паре, в гармоничных отношениях, и всё-таки эта ситуация, когда у тебя есть друг, немного нестандартная. Поэтому я не позволю, наверное, себе сейчас поехать к нему в гости, он живёт в другом городе, да, хотя были попытки поехать в гости, да, как-то потусить, блин, по городу чужому, как-то пообщаться, да, и совместить приятное с полезное, там, мероприятие какое-то, если в этом городе, да, идёт. Я не знаю, мы не общаемся каждый день, да, то есть это не та дружба, которая была раньше, например, когда у меня были, ну, не совсем серьёзные отношения, можно так сказать. То есть они были серьёзные, но ещё не такие сформированные в семью, можно сказать. А сейчас же отношения, которые сформированы в семью. Сейчас у меня крепкие отношения. Мужчина, да, у которого тоже вот эта вот дружба между мужчиной и женщиной в 90% скорее всего такой стандарт, да, ну, о чём дружить женщина-мужчина? Что вас связывает? Здесь очень нужно правильно подкопаться туда внутрь, задать слишком много вопросов. Даже я знаю, что есть дружба между мужчиной и женщиной, и я могу дружить, и вот на чём она может быть основана и построена, да, даже я задамся вопросом, если вдруг у моего мужчины появится подруга, понимаете? Я задамся вопросом, и будет вопросов очень много. Как это? Что это за подруга? Чего это вы дружите? Что вас связывает? Какой интерес, понимаете? Ну, то есть, потому что мужчина и женщина всё-таки, я думаю, что может быть какая-то подоплёка. Кто-то к кому-то проявляет всё-таки какой-то интерес, как к женщине или как к мужчине. Вот. Поэтому, наверное, причины и мотивация дружбы, чтобы поверить в эту дружбу, она должна быть какой-то вот прям конкретной. И я вот могу сказать, почему я дружу со своим другом, и когда-то мы даже разговаривали об этом, благо у него очень такой широкий и гибкий взгляд, я могу об этом вот прям вам так сказать, и бывает стыдно даже какие-то моменты признать, но я его использую. Использую его ум, потому что он обладает такими знаниями, таким взглядом и такой мудростью, которая мне нужна, то есть непосредственным опытом, который мне нужен. Мне нужно его перенять, понимаете? Мне нужно научиться этим вещам. Я это вижу и, то есть, вот прям вот нагло использую. И он об этом знает, потому что я ему об этом говорю. То есть мы говорили, я не всё время, конечно, говорю, но мы говорили об этом когда-то, когда только началась наша дружба. И наша дружба никогда не переходила, никогда не переходила и не переваривалась в какие-то моменты. Мы никогда не разговаривали о возможных отношениях или ещё что-то. У нас всегда дружба складывалась именно на вот этих взглядах, на общении, на внутреннем копании, меня, наверное, скорее всего, копании, потому что я ещё такой человек, была, да, была когда-то тогда, давно таким неуверенным в каких-то ситуациях, я не понимала, что мне делать. У меня был такой очень шаткий, рыхлый взгляд и была очень эмоциональная, и терялась в каких-то ситуациях, не понимала, что делать. Рядом был человек, который прожил жизнь уже больше меня, да, и имел очень хороший опыт и знания именно в той сфере, которая была мне нужна. Поэтому я понимала, что вот здесь непосредственно я смогу получить всё, что мне нужно. И я таки получила. Вот, я таки получила. И благодаря всему этому и мужчину получила, которого хотела, понимаете, всё прекрасно, замечательно. И уже как бы и нет такой надобности даже постоянно, постоянно обращаться к своему другу, да, за советом, потому что я сама уже благодаря ему, и он это знает, я уже благодарила его за это, сделал меня таким, можно сказать, стать свободным, самостоятельным человеком, который с уверенностью принимает решения в жизни. Вот на этом основывалась наша дружба. И больше я с мужчинами никогда не дружила. А вот что касается моего друга, почему он со мной общался, ну, мы, конечно же, эти темы обсуждали, да, какая выгода ему со мной общаться. И, ну, приятно мне, конечно, было слышать, что ему тоже нравится мой ум, и что он тоже необычный, ему нравится копаться точно так же, как и мне нравится в людях. И очень круто, я даже сейчас могу понять его, почему ему было интересно со мной общаться, и отчасти где-то помогать мне, я думаю, он тоже удовлетворял, нет-нет, своё эго тем, что помогает человеку в жизни разобраться, устояться и стать свободнее, да. И, может быть, видел необходимость такую у меня, да, в нём, и, как бы, да, был рядом, поэтому и помогал всегда бескорыстно, всегда находил время на это. И вот я могу его понять, наверное, потому что если я встречаю человека, которому могу передать свой свободный взгляд, и я вижу, что человек постоянно тянется за этим взглядом, постоянно приходит, задаёт вопросы, обязательно что-то хочет решить, и у него маленькими шагами получается, что с ним интересно общаться, у него не обязательно у этого человека должно быть много знаний, он какой-то должен быть умный, начитанный, он может не знать, но вот это желание в себе разобраться, вот это желание заметить какие-то внутренние вещи, это желание открыть внутренний мир, желание, я не знаю, познать Вселенную, да, этого многого стоит, потому что таких людей очень мало. Я сама знаю, что их мало, и если я встречаю таких на своём пути, у меня внутри безумная радость, и, конечно же, с такими приятно общаться и классно проводить время. Поэтому вот такая вот была дружба, такое взаим... ну, как бы взаим... я использовала точно, да, ну, человек тоже, возможно, в чём-то использовал, ну, тоже говорил, что использовал, использовал именно вот общение. И вот от того, что не было никогда никакой вот такой вот сексуальной подоплёки во всём этом, я вот как-то смело так говорю, что, да, у нас была долгая дружба, и сейчас мы тоже общаемся, но общаемся реже, потому что как бы нет необходимости, и, ну, как бы нет необходимости, да, общаться часто и как-то тесно, потому что своя семья, свои расклады... Поэтому, скорее всего, дружба между мужчиной и женщиной это исключение из правил, которое ещё нужно проверить. Мария задаёт вопрос, если долго, где-то, полгода, не видишься с подругой, а потом встречаешься, это нормально или это для галочки? Лишь бы кто-то в друзьях остался. Я в декрете второй раз, а у неё нет детей, других друзей нет у меня. Слушайте, ну, здесь надо больше, как бы меньше, опять же, ожидать от друзей. Вот, знаете, самая важная такую вещь понять, что когда мы становимся мамочками, да, в декрете, у нас как бы может и крыша немножко так ехать частенько, да, и мы такие в заботах, в пелёнках, вообще у нас могут быть разные интересы. Вот я когда становилась мамой, я прекрасно понимала, что у меня с подругами могут интересы разойтись. И я понимала, насколько я меняюсь так внутри, да, я вся в этих пелёнках, и в детях, в семье, а подруги, допустим, у меня какие-то свободные, у них совершенно другие вот интересы, желания, там, потребности. И я понимала, что мы можем немножечко так разойтись, вот, может, потом опять сойдёмся, да, но пока интересы разные, как бы дружба может быть уже не та. И это вполне нормально, то есть я не ожидаю от своей подруги, что ей должно быть интересно со мной, с мамочкой такая, с пелёнками, да, из-за этого она и невыспанная, и так далее. Потому что, ну, мы об этом только и начинаем говорить, в принципе, да, о детках, да, о пелёнках. Ну, или бывает, даже взгляд меняется, понимаете, если девушка ещё свободная, у неё нет семьи, а вы такая замужняя, и у вас есть дети. Немножко меняется даже общение, да, как будто вот где-то свысока начинают общаться, потому что я просто сама была на месте свободной девушки, когда приходила, не то что свысока, а вот как-то по-правильному, вот здесь всё по-правильному, да, а у тебя вот как-то вот надо найти, какие-то поучения могут не нравиться, то есть с этим сталкивалась, да. Поэтому, ну, как бы разные интересы, не знаю, мало, наверное, о чём общаться. Ну, как бы я с этим с пониманием отношусь, я считаю вообще, что дружба, это, она длится ровно столько, пока у вас есть вообще общие интересы друг с другом общаться, как только интересы пропадают и дружбы пропадают, и ничего в этом такого нет. Зачем натягивать эту дружбу, тащить и, да, там ставить для галочки какие-то пометки, если, ну, неинтересно уже с друг с другом, ну, неинтересно, зачем, вот. Ну, если хочется, конечно, ну, можно натягивать, ну, как бы я в этом не вижу ничего такого, если честно. Вот. А что касается вашей подруги, ну, вы здесь сами по ощущению что думаете? Вы хотите чаще видеться, наверное, с ней, да, и то, что она редко приходит, вам не нравится, вы думаете, что вот нафига такая дружба для галочки, да, если вот нет, так нет. Ну, я бы на вашем месте просто чуть с пониманием отнеслась, это может быть неинтересно, ей тоже надо свою жизнь построить. Когда она построит, там нагуляется, найдёт себе мужчину, тоже будет ребёнок, поверьте, ваша дружба сразу станет, вот, о пелёнках будете разговаривать на новых интересах. Поэтому я бы не ожидала просто здесь. Это нормально. У меня только один вопрос и один факт. Вопрос. Куда пропала Люси? Факт, прекрасно выглядишь. Спасибо. Люси никуда не пропала, она занимается своими делами, у неё сейчас просто нет времени вести канал, но она обязательно вернётся. Вот. Так что всё нормально. Не по теме, как же вам хорошо в блонде, Селена? Спасибо. Надеюсь, прическа моя сегодня тоже вам нравится. Как помириться с подругой, если не общаетесь много лет, но понимаешь, что этого человека не хватает? И нужно ли это спустя много лет? Потому что много воды утекло и обе уже изменились. Нужно ли это общение? Или всё-таки отпустить? Слушай, я вот сторонник тому, что если вас внутри что-то тянет, что-то гложет, да идите, помиритесь. Что такого вообще? Ну, если что-то не пойдёт, опять поссоритесь. Поссоритесь и не будете общаться. Опять потянет, опять помиритесь. Мне кажется, что какие-то моменты такие нужно прям проживать, пока хочется. Нужно идти, мириться, разговаривать, пока внутри какой-то огонёк или что-то трепет. То есть я бы, ну, а чего не прислушаться, если хочется? Значит, как-то уже простили внутри что-то, да? Что вы там не общались или что? Подруга считает, что я должна рассказывать ей всё, даже секреты других людей, так как она мне близкая. Но я считаю, это подло. Если человек попросил не рассказывать, значит, нельзя. Как ты считаешь? Я тоже считаю, так же, как и вы. Что, ну, я не вижу, конечно, здесь подлости никакой. Честно говоря, я где-то внутри допускаю тот момент, что, вот, допустим, я, да, подруга, имею каких-то близких подруг. Они имеют своих каких-то близких подруг. Те своих близких подруг. И я, конечно же, когда говорю какой-то, ну, секрет или просто говорю по, как бы, так, типа, между нами, да? Ну, одно дело сказать, когда вообще никому не говори, это только тебе. Но здесь тоже я допускаю, потому что, допускаю, что мои подруги расскажут каким-то своим близким подругам. Может быть, не всю ситуацию, может, как-то около, косвенно тоже поделятся, потому что они тоже близкие и как бы хотят делиться, да? Поэтому эти моменты я допускаю и не удивляюсь, когда вдруг я понимаю, что кто-то, какой-то человек, с которым я не общаюсь, это близкий друг моей подруги, знает обо мне больше, чем я думаю, да? Вот. Ну, какой-то такой естественный момент. И я понимаю, что если я что-то хочу сохранить в секрете, то это просто не должно рассказываться никому. Это секрет секретный, только для тебя. Это как, знаете, «По секрету всему свету». Да? Вот такая поговорка. Или вот, блин, есть ещё одна какая-то поговорка, типа, блин, ну, я сейчас скажу банально, но он звучит как-то не банально, а интересно, что типа, хочешь сохранить секрет, сохрани его в себе. То есть, если ты сама не можешь сохранить свой секрет в себе, почему это твой секрет, это твои страхи, и ты его не можешь сохранить, тебе нужно обязательно его кому-то сказать, то какие могут быть ожидания от других людей, чей это не секрет, кто не боится вообще за него. То есть, ты боишься, и ты не можешь удержать его. Тогда другие тем более не смогут его удержать. Поэтому лучше не рассказывать, да, бороться там, внутри, вот это вот, со своими секретами самостоятельно. Ну и вот, вернёмся к подруге, которая считает, что ты должна всё рассказывать. Ну, конечно, мне кажется, это эгоистично, просто подруга у вас очень любопытная, вот, и пытается прийти к своей цели, узнать какие-то вещи с помощью манипуляции какой-то, да, как, например, мы с тобой уж подруги, мы должны всем делиться, там, и так далее, и так далее, да, могут ещё разные манипуляции к достижению своей цели прийти. Но, если у вас есть свои какие-то принципы, то придерживайтесь их, поставьте, попробуйте поставить себя на место той девушки, чей секрет вы храните, например, да, и хотели бы, чтобы вот, как бы вы хотели, чтобы отреагировала ваша подруга, если кто-то начнёт выбивать из неё подружески ваш секрет. Я вообще считаю, что у каждого человека должны быть свои секреты, и ни в коем случае нельзя на них давить. Бывают такие секреты, которые лучше бы ты не знал, честно, у тебя может и мнение поменяться, и отношения, и вообще этот секрет может влиять как-то и на тебя, и на твоих близких. Что ты потом будешь делать с этим секретом? Вот, я, например, не хочу знать какие-то секреты, как, например, если кто-нибудь там кому-нибудь изменяет из моих близких. Для этого трындец-пипец, понимаете? Это же я как подруга должна сказать, допустим, своей близкой подруге, если я что-то знаю. Но это ужас. А может быть, она не хочет об этом знать, понимаете? А может быть, я ещё останусь виноватой, что я лезу, понимаете? Но я знаю, а не скажу, и тоже думаешь, блин, а не скажу, а я знаю, а не скажу. Ну, короче, это просто ужастик ужасный, поэтому я давно не лезу в чужие секреты. И даже когда мне говорят, я тебе сейчас кое-что скажу, только ты никому не говори, я перед этим ещё скажу, ты уверена, что хочешь сказать? Может, лучше не надо говорить? И бывают ещё секреты, очень рассказываются случайно кому-то, знаешь? Забыл, что это секрет был, сказал. Блин, что теперь делать? Как мягко намекнуть молодому человеку, что хоть и закончился давно букетно-конфетный период, но тебе хочется того же внимания в подарки и цветы? Я обычно не намекаю. Можно говорить прямо, я хочу цветочки, я хочу шампусик, я хочу в ресторанчик. Или сказать, какого хрена, блин, живём уже 10 лет вместе, я что, перестала быть женщиной? Так, всё, мы наряжаемся, идём в рестик. Всё, создаёте, прикалываетесь самостоятельно. Не знаю, намекаешь, ожидаешь, он что-то намёк не понял, ты нервничаешь, потом ты что-то психуешь. Зачем это? Берите в свои руки всё и создавайте романтики себе сами. Как решиться на кардинальные меры после 20 лет брака? Посоветуйся, Лена. Ой, я бы тогда посоветовала какого-нибудь психолога. Вот. Потому что, если вы не можете кардинально решиться, но понимаете, что надо, то вам нужно немножечко разобрать в голове, что вообще происходит, почему надо, почему не можете решиться. И хороший психолог поможет вам принять решение, не принимая за вас решение, чтобы вы потом не жалели об этом и никого не винили. Селена, а была ли ты в токсичных отношениях или встречалась с абьюзером? И второй вопрос, какое самое романтичное свидание у тебя было? Так, была ли я в токсичных отношениях или с абьюзером? Была ли я в токсичных отношениях или с абьюзером? Но, вы знаете, у меня так жизнь складывалась, что я точно поставила табу на человека, который будет меня как-то унижать, обижать, не дай бог бить, ну, унижать тоже, да, это такой момент, как бы, я это вижу вообще издалека, потому что, возможно, в детстве у меня такие виднеются некие картины, когда мужчина обижает женщину, да, и я себе дала обещание, что со мной никогда такого не будет, поэтому в 16, в 16-17 лет у меня был парень, который поднял на меня руку, он дал мне пощечину, я, конечно, спровоцировала очень сильно, понятно, но у меня было такое обещание самой себе, что никогда ни один мужчина не поднимет на меня руку, вот, и я ушла из этих отношений, ушла, но вернулась, пока этот человек не начал меня душить в один из своих каких-то порывах, но тут я уже не была виновата, и, ну, как бы, относительно, может быть, была провокатором, и просто сказала то, что он не хотел слышать, хотя я была права, ну, я такая была островатая на язык, никогда в обиду себя не давала, но вы понимаете, да, если человек сумасшедший не держит себя в руках, и тут кто-то говорит противовес какой-то, да, сразу взбешивается, но когда я вернулась после первой пощечины, да, я в тот день поняла всех, кто возвращается к абьюзерам, это какая-то херня внутри сто процентов, привычка, привязанность, я не знаю, что там, любовь, да, вряд ли, какая-то херня точно внутри, вот по-другому не назовёшь, которая тебя тянет обратно, и ты головой понимаешь, блин, да он же, а ты забыла уже, как это было больно, как это было обидно, понимаете, и ждёшь следующего раза, и думаешь, а вдруг не будет, но я, знаете, как один раз ударил, ударит второй раз, у меня это в голове точно было, это мне с детства засеяли, и я возвращалась, ждала второго раза, просто вот ждала второго раза, чтобы убедиться в том, что он будет, чтобы уйти уже со спокойной душой, просто внутри где-то было, а вдруг нет, а вдруг ещё раз не ударит, а вдруг вот исправился, понял, да, вот, и, да, недолго, буквально неделя-полторы прошли, да, и я там вот что-то сказала, что-то сказала, что он вот-вот неправ, вот же ты вот здесь где-то, да, на что он на меня набросился, начал душить, мне смешно стало немного, как бы, да, смешно и страшно, и говорю, ну давай, задуши меня, и он отпустил, ну, после этого уже у меня не было никаких эмоций, я не разбиралась, ничего, для меня просто стало всё очевидно, я очень разочаровалась, и подтвердила вот эту вот штуку, да, ударил один раз, ударит второй, и просто собрала вещи, ушла, и, честно говоря, через какое-то время я снова забыла эту ситуацию, но уже я здесь делала усилия, пришлось делать усилия над собой, чтобы не повестись, потому что, ну, вот, да, это, наверное, такие первые усилия в моей жизни, когда вроде тянет какая-то фигня, а ты поступаешь так, как должен поступать, здраво, соотносительно своим убеждениям, и это, наверное, единственные отношения, в которых я была, где вот так было, всё, все остальные отношения, это мужчины, где меня любят, где меня восхваляют, более того, мне всегда нравились отношения, где я чувствую себя богиней, вот просто богиней, и благо, были такие люди вокруг меня, которые дали мне понять это ощущение, то есть я знаю, что такое, когда мужчина относится к тебе, как к богине, он восхищается тобой, он тебя любит, он боится тебя потерять, он ради тебя готов на многое, вот ты просто свет его жизни, понимаете, и ничего другого не надо, ты самая лучшая, и никогда ни на кого не посмотрит, и я знаю, как это, я знаю это ощущение, и поэтому всегда могу различить, кто со мной рядом находится, никогда никому я не позволяла себя унижать, вот просто, это, я настолько, видимо, внутренне такая вот, такая вот королева, да, можно сказать, что, ну это просто неприемлемо, чтобы меня кто-то унижал, по-серьёзски, да, вот так, то есть мы можем шутить там где-то, да, там что-то прикалываться, там глупая блондинка, там все дела, то есть я сама могу о себе поржать, так, но именно унижение, с точки зрения, что вот ты тупая, там, да, или ты что-то не понимаешь, у тебя какой-то дебильный взгляд на жизнь, да, или там, там, сообрази пока, там, вот какие-то такие моменты, это вообще неприемлемо, вообще, я могу находиться рядом с людьми, в общем и в целом, вообще даже не касаемо мужчин, только те, которые могут оценить мой ум, потому что я его очень сильно ценю, и есть люди, которые его ценят, и я знаю, за что я его ценю, и что во мне есть, то есть у меня хорошая самооценка, здоровая, поэтому я никому, не позволю там на неё прыгать, и пытаться тянуть куда-то вниз, просто нет шансов. Вопрос по поводу свидания романтичного, слушайте, самые романтичные свидания, это вот когда ты их не подготавливаешь, ничего такого там, вот знаете, там на крыше мира, там или так далее, а просто, знаете, вот вы там сидите в машине, слушайте музыку, и идите в гамбургер, понимаете, и смотрите на остановку, вот, и просто вместе, вдвоём, для меня романтика, шампанское на лавочке, для меня романтика, для меня романтика, честно говоря, это вот такие какие-то ламповые, такие подъездные, уличные какие-то моменты, мне очень нравится. Скажи своё мнение насчёт жадности и экономности мужчины в отношениях, как это отличить, мне кажется, грань очень тонкая, но если по отношению к вам, то да, вы всегда это заметите, пусть он будет экономный, экономный в пользу своей семьи, ну, в плане, что он где-то там экономит, но вот чтобы его семья, его жена, его дети, его дом разрастался, и здесь было какое-то благо, да, экономит на себе где-то, это хорошо, но если он экономит на ребёнке, на своём, то есть он экономит на своей жене, то это другой же момент, и это не есть хорошо. Я плохо отношусь к этому, ну, то есть особенно, если это опять же задевает лично кого-то, да, вот есть отношения, мужчина экономит, женщина страдает, ну, как бы, нет, это так не пойдёт дело. Экономишь, экономь на себе, но экономить нельзя на своих людях, близких, это вопрос, да, щедрости какой-то, я люблю щедрых людей, это вообще одно из таких главных качеств, по которым я выбирала себе мужчину, и вообще людей, которые бы меня окружали. Я люблю людей добрых, я люблю людей щедрых, которым как дарить что-то, понимаете, пусть у них там мало, они дарят мелочи какие-то, но вот эти знаки внимания, и вот это вот делятся чем-то вот, хотя бы минимальным, те, что у них есть, это вот какое-то желание делиться, да, мне вот качество это нравится, и это вопрос качества. Если у вас такой мужчина, который там экономит, ну вы это видите, вы это чувствуете, просто, ну вот, либо понимаете, что это такой мужчина, и принимайте, да, найдите какие-то другие плюсы, либо всё-таки ищите мужчину, у которого есть качество, щедрость, и вот такое вот. А как это отличить? Ну, я думаю, что если, когда человек щедрый, добрый, и не экономит на вас, то вы просто даже не зададитесь таким вопросом, а как это отличить? Ну, это очевидно, он щедрый, и на вас не экономит, вы это точно не пропустите. А если вы видите, что где-то проходит какая-то экономия, и что-то здесь, что-то не то, что-то неприятненькое, то, скорее всего, здесь вот уже попахивает экономностью на вас, да, что вам что-то не нравится, и вы начинаете задаваться таким вопросом. Села батареечка, был перерывчик небольшой, и продолжаем. Если от женщины уходит мужчина, то значит, всегда виновата женщина? Ой, я бы вообще не ставила вопрос, так, виновата женщина. Ну, нет, конечно, уходит мужчина, виновата женщина. Нет, нет, это всё очень индивидуально, почему уходит мужчина. Возможно, он влюбился в кого-то другого, причём здесь она, да, хотя отчасти, может быть, причём, вот не давала то, что ему надо, но это вовсе может быть не её какая-то вина, а его неправильный выбор в той или иной женщине, да, ну, как бы, нет, нет, точно, точно, если уходит мужчина, это не только вина, это всегда вина обоих, где-то не доглядели, не усмотрели что-то, нет какого-то одного виноватого человека. Что думаешь о теории привязанности, воспитываешь ли сына так? А что это такая за теория привязанности, мне интересно. Я вот не знаю, теория привязанности. Вот так вот, я даже не могу сказать, какая у вас теория привязанности, а какой теории привязанности говорите именно вы. Привет, мне 25. После декрета подруг совсем не осталось, есть приятельницы просто. Вроде ни с кем не ссорились, просто общение сошло на нет. Раньше было много подруг, сейчас новых завести никак не получается, на уровне приятельницы остаёмся. Почему не понимаю, что бы ты могла посоветовать в этом случае? Ну, Екатерина, да, я вот говорила уже вам, не вам, а отвечала на предыдущий вопрос, и как бы из этого вот всё ясно, меньше ожиданий. Мы вот реально, лишний раз подтверждается, что друзья, мы пока, у нас есть общие интересы. И что такое дружба? Дружба — это когда вам интересно вместе, когда у вас есть какие-то общие интересы и желание вот-вот общаться вместе, да. Что посоветовать в этом случае? Ну, поищите друзей просто, поищите друзей, опять же, людей, с которыми вам интересно, и у вас там одни какие-то интересы, ну, в другом месте. То же, чтобы были мамы, то же, чтобы были в декрете. Может быть, вы пойдёте там обучаться на кого-то, какой-то у вас там чат совместный будет, с кем-то захотите там встретиться, да, там, ну, что-то такое там в декрете. Ну, вот как-то онлайн, может быть, найдёте подруг, друзей. Или развлекайте себя сами как-то. Почему так мало стала Крис и кем она работает? По поводу Крис и её работы и личной жизни все вопросы задавайте к ней. А почему так стала Крис именно у меня на канале? Ну, просто потому что вот, ну, как-то мы ещё не встретились. Каждый раз, как мы встречаемся, я всегда стараюсь её снимать у себя. Вот, ну, пока что вот как-то мы редко встречаемся, потому что какие-то заботы. У неё свои заботы ремонт, у меня свои заботы, поэтому мы пока что по телефону поддерживаем связь только. Силь, как ты относишься к вербальному агрессору в отношениях? Абьюзер, кратко. Вроде осознаёшь, что пора бежать, но как жертва сидишь на месте и ждёшь хорошего отношения. Как ты относишься к... Ну, это тоже уже я отвечала на предыдущий вопрос. Ну, как бы я чувствую малейшее даже, малейшее неуважение к себе и желание меня принизить. Это, знаете, это для меня вообще в первую очередь мужчина, классный мужчина, да, и человек замечательный, у которого нет вообще проблем с тем, что рядом находится умная, красивая, целеустремлённая. И женщина, и вот, возможно, она там во всех областях лучше тебя. И я очень круто воспринимаю людей, которые с удовольствием это признают, и не просто признают, а каждый раз это подчёркивают. Ты лучшая, ты замечательная, у тебя есть того, чего нет у меня, ты умеешь это лучше, делаешь лучше. Во всяком случае, я вот, например, вообще не боюсь своему любимому человеку сказать, что он во многих аспектах лучше меня. Быстрее, умнее, добрее, щедрее. Ну, то есть вот многие качества, которые мне нравятся в людях и в себе, в нём они есть, и они лучше. Скорость понимания информации, восприятия, какие-то вот перфекционизм в здоровом таком варианте, в нём всё присутствует, это больше. И я могу так сказать, что он лучше меня, и с удовольствием об этом ему скажу, потому что это приятно слушать. И нет у меня проблем, чтобы я была лучше своего мужика. Но если вы в отношениях чувствуете, что вас унижают, и вы знаете себе цену, что вы нормальная, здоровая, здравомыслящая, а вам говорят, что вы какая-то, может, истеричка ненормальная, с ненормальным долбанутым каким-то взглядом, и что-то в вас не так, уже начинаешь сомневаться, а может, я правда дура, а может, я действительно никому не нужна, тупая курица и так далее, и так далее. То есть, если так происходит, и вы теряете веру в себя, то это явно ненормально. Если хотите в этих отношениях быть, хотите быть жертвой, вы даже, видите, даже сами понимаете, как жертва сидишь на месте и ждёшь хорошего отношения. Если начали это чувствовать уже, то начинайте что-то делать. Или сидите жертвой тогда, и всё, это лично ваш выбор, это ваша жизнь. И, к сожалению, вот никто за нас нашу жизнь не решит, никто не сделает за нас выбор. Поэтому приходится брать, принимать решения на себя. Но на самом деле, если вы научитесь принимать решения резкие, быстрые, хладнокровные, всё будет зашибись в жизни, никто не обидит, никто не обидит. Выработается такой момент, когда просто ты не дашь обидеть человеку тебя. А даже если у него получится куда-то залезть и обидеть тебя, ты очень быстро это всё внутри вывернешь. И надо понимать, что когда люди обижают, им всё это вернётся. Обязательно вернётся, они создают свою личную карму. Ты обидел кого-то, обидят тебя. Даже, может быть, наоборот, пожелать таким людям хочется, чтобы у них было больше понимания того, что они создают свою жизнь на будущее не очень хорошую. Поэтому я, например, всем, кто делает неправильные действия, ошибки, подставляют своих близких, обманывают и так далее, причиняют боль своим близким и неблизким, в целом людям, я желаю таким понимания больше, понимания и осознания того, что они вредят этим только себе. Приветик, посоветуй, пожалуйста, как психолог. У меня была такая ситуация с парнем, мы обычно советовались с ним обо всём, но в этот раз, не посоветовавшись с ним, сделала себе татуаж губ, на что у него была не очень хорошая реакция, после чего он считает, что я не считаюсь с ним, и у нас из-за этого впоследствии время ссоры на прямом месте. Что бы ты посоветовала, как выйти из этой ситуации, чтобы парень снова доверял тебе, и как лучше преподнести ему правильную речь, что какие-то моменты я хочу принимать решение сама, что в этом нет ничего плохого. Знаете, что в этой ситуации можно немножечко попробовать поставить себя на его место. Представляете, что если ваш мужчина пойдёт и сделает себе что-то, не спрашивая вас, допустим, нравится вам это или не нравится, допустим, не знаю, может, вам что-то не нравится тоже, какие-то татуировки, вызывающие какую-то, прическа какая-то вызывающая, например, или набьёт себе татуху какую-то, знаете, имя мамы, или дату какую-то, или просто женщину какую-то абстрактную, женскую энергию, к примеру. Он так хочет. То есть представьте, что он что-то хочет сделать, что вам заведомо не хотелось бы, чтобы он делал. И он это идёт и делает, не советуясь с вами. А вам это потом будет не нравиться. То есть именно не то, что он делает то, что хочет, а именно что он идёт и делает, не советуясь с вами, то, что не хочется, чтобы делал он для вас. Ну, то есть поняли, да? Завертела, закрутила. И тогда можно понять. У меня тоже были такие ситуации, когда я принимала решение самостоятельное, и я отстаивала свою точку зрения, что я взрослая самостоятельная женщина, я могу принимать сама, почему я должна с кем-то советоваться. А мне как бы предъявляли момент, что мы как бы вместе, и принимать решение должны вместе. Иначе что, как бы моё мнение и моё желание вообще не учитывается. А я вот, например, не хочу, чтобы было так, да, к примеру. И здесь, конечно, лучше тогда, ну, как бы... Ну, когда у меня была такая ситуация, я потом немножко пострадала от своего же принятого решения, мне было само очень плохо, вот. И я немножко, ну, приняла тот факт, что я была не права, что вот так вот скоропостижно принимаю какие-то решения, да, и не посоветовавшись, я как бы долго сопротивлялась, но всё-таки поняла, что, да, нужно советоваться, потому что я не одна всё-таки, да, мы как бы вместе. Это один момент. И второй момент, ну, мне кажется, самое лучшее, это когда просто ты принимаешь, ну, как бы говоришь человеку, да, что он прав, что действительно это, ну, некрасиво, к примеру, да, некрасиво и неправильно, и я не хочу, чтобы ты тоже вот так вот поступал, как и я, вот. И как бы, ну, пообещать, что этого не случится, а как иначе? Ну, пообещать, что больше так делать не будешь, и всё, и до первого раза. Вот если так ещё раз произойдёт, то тогда вот уже вы будете серьёзно разговаривать и делать. А вот в этот раз как-то вот и не было же возможности, вы же и не договаривались, что любой шаг мы друг другу рассказываем, не было же такого, да, и мы можем делать ошибки, ну, да, и как-то не посоветовали, сходили, а что такого, блин, губы и губы, да, сделали татуаж и сделали, вот. Может быть, он увидит, что это не так страшно, потому что когда только делаешь татуаж, губы красные, да, опухшие, ты приходишь, ему в шоке, вот. Может быть, на этой почве у вас произошёл конфликт. А когда всё сойдёт, уйдёт, там появится такой маленький оттеночек, и вы будете каждое утро красивые, а без подкрашенных губ можно целоваться будет, он увидит в этом только плюсы, что вы принимали решение не какое-то такое, чтобы было хуже, а чтобы было лучше и стало лучше. Доверие больше появится к вашим решениям. Ну, короче, много всяких нюансов, но самое лучшее просто, наверное, понять, что там, да, я согласна. В следующий раз я буду с тобой советоваться всё. И в следующий раз советуйтесь. Ну и всё, мне кажется, должен конфликт решиться. Силия, интересно твое мнение по поводу разницы в возрасте, когда мужчина младше женщины на 3, 5, 10 лет. Есть ли у тебя знакомые пары с такой разницей? Так, у меня знакомые пары, вот, что-то я не припомню. Сейчас уже все закончились, но я нормально вообще отношусь к этому, потому что бывают люди в 40 и 50 лет чувствуют себя полны энергии и всего-всего. А, нет, есть у меня пары такие, да, есть у меня пары. И отличные, довольно-таки гармоничные отношения, да, счастливые, страстные отношения. Главное, всех всё устраивает, и вот им супер вместе, да. Есть, но я, в принципе, отношусь к этому нормально. Я встречалась, помню, с парнем, он такой был молодой-молодой, а я уже такая, знаете, там, ему ещё нет 20, далеко нет 20. Он мальчик ещё такой вот, только вставший на ножки. А мне уже за 20, я уже чувствовалась, мне уже там к 23-м где-то, к 24-м. Вы понимаете, что такое женщина к 23-м, к 24-м, и я уже, как бы, жила в Москве так-то несколько лет. Я уже такая самостоятельная девчина была. А тут москвич, как бы, да, такой вот молодой. Ну, прикольные отношения, весело. Главное, главное, чтобы было весело, не знаю. И перспективы, как бы, были, и всё такое. Тут от людей больше зависит, не от возраста. Я вообще спокойно к этому отношусь, к возрасту. «Привейте, какое твое мнение по поводу свекрови, когда она эксплуатирует мужа ежедневно, ежечасно, только чтобы он дома не находился с семьёй?» Слушай, у меня вот, я бы не наговаривала бы на свекровь, да, потому что, ну, для меня было бы странно, что мужчина не может выстроить со своей мамой так отношения, чтобы было комфортно всем, чтобы маму не обидеть, чтобы её просьбы там все выполнялись, грубо говоря, да, чтобы она не обижалась. И жену не обидеть, что муж не дома, понимаете, постоянно. Ну, это задача мужчины – угодить всем. Поэтому я бы не грешила, она свекровь, и прям такая эксплуататор, что она руководит вашим мужем, тоже уже странно как-то, да, бедный муж такой, идёт всё время к свекрови, там, работает, всё делает, домой не попадает, ну, что это такое? Это разве нормально? Тут вопросы к мужу. То есть нужно всё делать гармонично, чтобы никто не обиделся. А то, что свекрови нужна помощь какая-то, да, она его там эксплуатирует постоянно и так далее, ну, значит, попробуйте помогать свекрови вместе. Тогда не за час, а за полчаса вы управитесь вместе. У вас полчаса вместе останется. Вот. Я вообще, как бы, всегда довольно-таки близко стараюсь со свекровью общаться, да, с семьёй, вообще с теми, с кем общается муж твой, как бы, и всегда стараюсь быть открыта к общению и ко всему. То есть и бывает, что если там мой муж занят, я сама могу пойти помочь что-то сделать там, да, как-то не так, что… Ну, понимаете, да? То есть я вообще считаю, что в первую очередь нужно любить семью мужа, потому что это те люди, которые вот так вырастили, воспитали вам такого прекрасного мужчины, если он у вас прекрасный, да, и какая-то внутренняя благодарность из-за этого выходит. Поэтому я свою свекровь люблю, вот, чуть ли не на уровне любви к своему мужу, да, ну, такое вот внутреннее доброе, тёплое ощущение, да, и вот ко всей его семье отношусь с большой любовью и теплом. И у меня вообще бы не возникло момента, если бы мой муж сказал бы, я пошёл там к маме, мне там надо ей что-то помочь, и застрял бы там до полночи. Ну, надо так надо. То есть я… У меня здесь в первую очередь доверие идёт к моему мужу, что если он что-то делает, значит, так надо, понимаете? Я не буду думать о том, что, опа, свекровь, или кто-то там из его друзей о чём-то его просят, и мой бедный мужчина не попадает домой. В первую очередь были бы претензии к мужу. Какого хрена, блин? Уже неделю тебя нет дома. Может, тебе помочь там как-то, да, может быть, что-то надо сделать, давай сделаем вместе, и ты освободишься, к примеру, там, да, или что. Привет, Селена, надеюсь, заметишь, у меня очень странное отношение с молодым человеком, я всё для него делаю, а взамен получаю только слёзы. Как мне быть? Расстаться не могу, привыкла очень. Или это просто боязнь остаться одной, как ты думаешь? Ой, ну, могу только из своего опыта сказать здесь, потому что у меня тоже были такие отношения, когда я для человека всё, а получаю одни слёзы. И я не боялась расстаться, просто не хотелось расставаться, и думала, может быть, я где-то неправа, может, я что-то делаю не так. Хотя я уже к тому времени уже стала доверять себе, и я понимала, что я, блин, не дурак, я же вроде не дурак, уже просто начинаешь сомневаться иногда, да? Может быть, ты не всё делаешь? Может, ты мало делаешь, а много ждёшь? А ещё если рядом такой подкованный человек, который апеллирует такими вещами, как не нужно привязываться, не нужно ожидать ничего, там, да, мы такие вот свободные, такие вот игривые, игристые, да? Ну, в общем, такое всё, не нужно ревновать, понимаете? Много чего не нужно делать, а все твои слёзы от твоей головы сумасшедшие, это ни при чём, да? Вот. И да, была в таких отношениях, тяжело расставалась, блин, три раза уходила, три раза возвращалась, и всё время были слёзы, какие-то слёзы от недопонимания, от одиночества, просто внутреннего одиночества. Представляете, вот многие удивляются, Аселена, как ты на расстоянии, так вот живёшь. Я вам скажу, вот, можно жить с человеком в одной квартире, но не чувствовать его абсолютно и чувствовать себя очень одинокой, а можно жить с человеком за 3-2 демель и чувствовать себя совершенно не одинокой, чувствовать себя любимой, нужной, счастливой, даже порой чувствовать столько всего внимания, что аж бывает много, понимаете? И меня давно, ну, то есть для меня не показатель, что человек спит с тобой рядом на одной кровати, это ни о чём не говорит абсолютно. Главное то, что ты чувствуешь здесь внутри. Вот. Поэтому вот так вот я чувствовала себя одиноко, у меня были одни слёзы, и мне казалось, что для меня ничего не делают в каких-то даже элементарных моментах, когда ты болеешь, а тебе не могут позаботиться, понимаете? Идут заниматься своими делами, идут в клуб, потому что пятница, а ты болеешь с температурой, лежишь, и вот твой человек не хочет делать тебе чай, потому что говорит, ну а как? А как же пятница? Что ты настолько больна, что сама себе чай не можешь сделать? И вообще это как-то несправедливо и эгоистично, если ты болеешь. А мне в такой пятницный вечер нужно оставаться с тобой, а не идти с друзьями погулять. Я ведь работала там неделю, да? А теперь мне надо погулять, я заслужила. Вот. Или предпочтения какие-то отдаются друзьям, нежели с тобой провести время. И ты думаешь, сижу, я такая красавица, умница, понимаете? Всё дело для человека, а вот такое отношение, ну что же это такое? Вот. И к чему я пришла? Ну, тут момент выбора просто вашего. Ну, вот такие отношения. Вы сначала пытаетесь как-то поменять, поменять себя, поменять его. Но видите, что не получается. Не поменять его не получается. Поменять себя, ну, всё-таки ты думаешь, что ты не дура. И ты страдаешь не потому, что ты дура, а ты страдаешь, потому что что-то, блин, по-моему, тебе не додают. Или, может, тебя просто используют. И я просто в очередной раз поняла, что, да, я даю, а ничего не получаю. И не получаю просто даже элементарных вещей, которые должна получать женщина. Вот. И просто ушла. Потому что я хочу давать и получать взамен тоже что-то прекрасное. И я хочу улыбаться в отношениях. То есть вот были такие критерии. И потом уже на протяжении какого-то времени я вообще, в принципе, выработала список качеств, которыми должен обладать мужчина. И какими качествами не обладал тот мужчина, от которого я плакала. Вот. Поэтому, что здесь у вас боязни или привычка, или любовь, или привязанность. Ну, как бы, неважно, какая причина заставляет вас с ним быть. Главное, что вы испытываете сейчас и хотите ли вы продолжать это испытывать. Или всё ещё есть надежда. Ну, если есть надежда, попытайтесь ещё подождать, пока ситуация изменится. Возможно, она изменится. Возможно, нет. Это ваше время, и вы им распоряжаетесь. Готовы ждать — подождите. Не готовы — ищите новые отношения. Вот. Потому что детали знаете только вы, и как что там происходит. Знаете только вы. Веришь ли ты в дружбу между мужчиной и женщиной? Вот у меня был друг 7 лет. Общались душа в душу. Я замужем 10 лет. Друг пришёл от мужа. Ревности не было. Полное доверие. И с другом общались, как с родным братом. Всё его расставание, проблемы, взлёты и падения. Я была с ним, как с родным человеком. Но вы глупо поругались, и теперь я потеряла важного человека. Ну, ничего страшного. Ну, так бывает. Ну, глупо. Если глупо поругались, и такие были обалденные друзья, значит, помиритесь, и оба поймёте, если вы важны друг другу, оба поймёте, что вы из-за глупости поссорились. Ну, а если из-за такой глупости вы и разошлись в пути, то, возможно, дело не только в этой маленькой глупости какое-то было. Может, дело ещё в чём-то. Лиля задаёт вопрос, если муж поднимает руку, оскорбляет, но потом просит прощения, говорит, что устал с работы, месяц-два, тишина, а потом опять есть дети, и терпение тоже заканчивается. Как быть? Лиля, как быть? Вот в этом живёте вы. Это принимаете вы? Мужчина у вас такой, и у вас эта ситуация. Как быть вам? Что вы чувствуете, что вы хотите? И опять же, я вот здесь скажу, что если чувствуете, что нужно сделать так, но по каким-то причинам не можете, что-то вас останавливает, вы от этого страдаете, вот прям психолог в помощь. Потому что здесь, знаете, когда здравосмысл расходится с внутренними какими-то вещами, и вы от этого страдаете. Здесь явно что-то не то. И если вы не можете справиться и принять самостоятельно какие-то решения, чего-то боитесь и так далее, вот реально профессионал в помощь. Я рекомендую вот, да, именно так и сделать. Как быть? Пойдите к психологу. Разберитесь в себе. Что мешает вам принимать какие-то решения, если вы хотите их принять? Или что мешает вам вообще подумать о чём-то? Что мешает вам вообще изменить ситуацию? Мой парень оговорил мою лучшую подругу. Позже в этом признался. А вот подруга, с которой 12 лет дружим, мириться уже не хочет. Очень обижена. Как быть в такой ситуации? Ой, даже не могу представить. Муж оговорил подругу. Зачем оговорил? Что это за прикол? Вообще претензия к мужу конкретная. А это вообще ненормальность какая-то. Это подрывает очень сильно доверие к мужчине. Ну, лично у меня бы подорвало бы. Это как так? То есть с таким успехом можно говорить мою маму, моего брата. То есть это что вообще в голове? Для меня это страшно, честно. Мне было бы очень сложно с таким мужчиной дальше продолжать отношения. Потому что это такой звонок, это не просто звоночек, это конкретный звонок. То есть это что должно быть внутри, чтобы просто вот лучшая подруга, да, всё хорошо. Другой момент может быть. А может не оговорил. Может потом сказал, что оговорил. В любом случае доверие от ноль. И как ещё оговорил, да, тоже момент, что именно о ней сказал. Вот. И ну, блин, не знаю. Если с точки зрения то, как вы сказали, что просто, блин, оговорил, то да, я бы тоже обиделась, что я вот такой хороший человек, да, там, я под обратей, всё такое. Вдруг меня чей-то муж оговаривает, говорит, что я какая-то там плохая, там, и так далее. Но я немножко философски подхожу к этому вопросу, да. Когда я, ну, знаю, что за мной ничего такого нет, и просто придуманная какая-то история, кто-то поверил, то мне, честно говоря, жалко обоих. Мне жалко вот обоих, эту семью. И моя подруга, которая бы поверила в эту историю, потому что мои подруги, вот все знают на самом деле, на что я способна, на что нет, как бы, да, и что стоит от меня ожидать, что нет. Если подруга поверила в какую-то чушь, то мне её искренне жаль. Если мужчина в отношениях придумывает искренне жаль мою подругу, что она с таким человеком находится, понимаете, который может вообще придумать вот это вот всё. И жаль, что она, к сожалению, так и не поняла, что я за человек, раз поверила в это всё, да. И жаль человека, потому что мужчину, что у него в голове, что ему нужно было это сделать, что у него там за страхи, за идеи какие-то нелепые, что ему нужно было меня оговорить, да, на ровном месте. Ну, то есть, я бы точно оставила этот момент, разбирайтесь там сами. И, конечно, очень бы настороженно, как подруга, относилась бы потом вообще к этой семье. То есть, сегодня у вас вот такие игрища, да, а потом вот всё там вы решили, помирились, вы как бы, ну, блин, я бы побоялась, потому что это нездоровая тема вообще, вот честно, это нездоровая тема. Ну, и как быть? Сложно сказать, потому что я не знаю вообще ваши взаимоотношения, но стоит присмотреться внимательнее к своему мужчине, вот. Ну, и в зависимости от того, что наврал, как это было, просто здесь очень много деталей. Я бы на много что обращала внимание, как бы, да, задавала бы вопросы, копала бы, как Шерлок Холмс, потому что, ну, тоже вот так вот, просто так оговорить на ровном месте. Какая причина? Какая причина того, что вы оговорили, что такое? Ревность, ревность к подруге. Нет, как-то это мало, чтобы просто наговорить на человека. Может, всё дело, крыться, в причине. Вот какое-то. Короче, понимаете, да, то есть я не вижу этой ситуации, она просто ненормальная ситуация, поэтому мне кажется, и какая-то ненормальная ситуация, почему это вообще случилось, то есть причина какая-то ненормальная. Поэтому я бы тут копала бы, докапывалась бы до истины, пока бы меня не удовлетворило вот то, что происходит. Но то, что это подрывает доверие, это однозначно. Если ещё оговорили подругу в том плане, что она предала вас, например, да, где-то как-то, то это и к подруге тоже всё-таки подрывает доверие. Потому что тоже нет дыма без огня, вот прям вот так, совсем на ровном месте. Либо там дурак какой-то мужик, но опять же, вот с чего просто так на ровном месте оговаривать кого-то человек? Какая-то должна быть причина. Почему? Либо ты не нравишься, либо ты там переехал дорогу как-то там, или сказал, сделал что, я не знаю, но просто так, вот просто вот так, ничего не бывает, всему есть причина. И какая это была причина, здесь вот интересно. Поэтому очень сложно сказать, как здесь быть. Сложно сказать там, бросайте мужика своего, или там подруга вам не подруга, да, надо же разобраться в ситуации, почему, да как, всё. Здравствуйте, хотела бы узнать ваше мнение, если мальчик тебе вроде как друг, но вы не встречаетесь, вроде как друг, но вы не встречаетесь, и вы уже несколько лет общаетесь, дружите, но в некоторых ситуациях, которых очень много, вы ведёте себя явно с ним, не как друзья, а как что-то больше, чем дружба. И при этом я сама не знаю, есть ли у меня к нему симпатия, как к парню или нет. Как вы думаете, чем это всё объяснить? Вот мне прям интересно посмотреть, кто это писал. Мне кажется, молодая девушка. Возможно, очень молодая, потому что не написано год рождения. потому что сразу чувствуется в вопросе именно такие, знаете, там, не знаю, 16 лет, возможно, 17 лет, не знаю, 20, наверное, уже так не думают, но я помню свои 16 лет, и ты вот не поймёшь, ты вроде находишься с парнем, и не поймёшь, он нравится тебе, не нравится, а вроде бы, если вы как взрослые ведёте себя, как будто у вас любовь, и сразу что-то такое не нравится, вот, да как понять, не знаю. Это вот все такие, юношеские моменты, вот честно, ну как бы, прям не поверю, если это написала женщина взрослая, или какая-то девушка, которая уже имела хоть какие-то отношения, мне кажется, это чуть ли не первые отношения, да, наверное, и при этом я сама не знаю, есть ли у меня к нему симпатия, как к парню, или нет, но я думаю, однозначно у вас есть симпатия к парню, или нет, потому что вы вообще задаётесь этим вопросом, а потому что вы дружите, и потому что вы иногда ведёте себя не как друзья, и вы замечаете, что таких вещей много, ну как бы, может быть, это не парень вашей мечты, может быть, не мужчина вашей мечты, да, может быть, внешне вам нравятся какие-то другие ребята, может быть, вам что-то в нём нравится, а что-то не нравится, и поэтому у вас всё-таки явные сомнения, там, друг-недруг, любовь-нелюбовь, получится-не получится, и какие-то там страхи, переживания по этому поводу. Как вы думаете, чем это всё можно объяснить? Ну, вот, я вам и объясняю. Это всё объясняется возрастом, потому что, я думаю, он тоже молодой, иначе бы уже явно вам давно дал понять, что между вами. Вот, да, я думаю, между вами есть симпатия, но вы молодые, и поэтому какие-то моменты ещё стесняетесь, может, где-то боитесь, где-то неуверенные, и эти страхи и неуверенность просто друг другу как-то вот показываете, поэтому нет никакой ясности у вас, а имейте то, что имеете. Могу сказать, наслаждайтесь просто этими моментами, потому что, чем старше вы станетесь, тем станет всё более яснее, особенно вот в таких моментах. Дружите вы, или у вас любовь. Твое мнение, почему в нашем мире в веки стираются границы между моралью, воспитанностью, вежливостью и тому подобному. Сейчас люди не смотрят на возраст, ни ценности, ни на пол. Люди с лёгкостью говорят и делают, что хотят. Твое мнение, почему и как это исправить? Это деградация человечества? Я вообще не думаю, что у нас, честно говоря, деградация человечества. Не замечаю каких-то таких вещей. Мне даже, может, наоборот кажется, что у нас эволюция. Конкретно идёт. И новое поколение ещё умнее, быстрее, мне кажется, и сообразительнее старого поколения. Ценности просто меняются. Ну, меняются. И вы знаете, уже даже в моём поколении уже возраст не ценность. Понятно, что хорошо иметь воспитание, что нужно взрослых уважать. Но я также могу сказать, нужно всех уважать. Почему взрослых нужно уважать? Вообще вот это вот. Взрослых нужно уважать. Всех нужно людей уважать в целом. У каждого есть своё мнение. Каждый имеет право на то, чтобы его уважали. То есть если поставить взрослого человека и поставить там мою одногодку, я что, должна как-то по-разному к нему относиться? Взрослого я должна уважать только потому, что он прожил больше лет? А если он говно? А тот, который со мной одногодка, прекрасный человек? Вот. Поэтому я, да, я помню, меня растили и тоже воспитывали вот так, взрослым там то, взрослым там это. Ну, как бы нужно вести себя, уважение проявлять ко взрослым. Но уже я помню, что с малых лет, где-то в 16 я уже задавалась таким вопросом, почему я должна этого человека уважать, если его не за что уважать. Я на своём пути, когда была очень маленькая девочка, видела, как взрослые поступают так, что их уважать, ну, просто не за что. И как-то с ними общаться определённым образом, подбирая слова, как бы вот и не хотелось. И я такая была ещё бунтарка, и если у меня была возможность сказать в лицо человеку, что я о нём думаю, пусть он там на 30 лет меня старше, но он тупо поступает отвратительно, как конченый человек. А я могла ему об этом сказать. И может быть, кто-то со стороны посмотрел бы и сказал, ну как, где уважение ко взрослому? А я бы сказала, а за что его уважать? За что? Просто за то, что он взрослый? Взрослое говно? Вот, поэтому я думаю, что это просто культивируется всё уже, и вот как-то рамки немножечко спадают. У нас больше свободы, мне кажется. Ну, всё условно, конечно, и всё относительно. Но касаемо вот каких-то правил таких, да, что взрослых нужно уважать, мы начинаем уже думать о том, что каких взрослых вообще, вообще в целом людей хороших, нужно уважать, или как минимум которых ты не знаешь. Просто ты не знаешь, что за человек, и нужно в любом случае к человеку проявить уважение, пока ты его не знаешь, да? Вот. Как только ты его знаешь, ну, каждый в силу своего воспитания, там, да, кто-то бросается на людей, и ему кровь из носа, надо сказать, какое-то говно, да, а кто-то предпочитает отойти в стороночку, сделать свои выводы и просто исключить общение человека, нежели показывать ему своё неуважение какое-то, да? Поэтому есть причины, я думаю, на то, что так или иначе происходит. И вот, ну, я, например, здесь не вижу ничего такого плохого. И как это исправить, то, что… не знаю, что мы можем исправить. Вот так вот прям в глобальном смысле, мне кажется, мало что, конечно. Вот. Но всё начинается с каждого из нас, поэтому в первую очередь нужно как бы держаться своих принципов правильных, да, и передавать это своим детям. Вот всё, что мы можем сделать. А вот так влиять на глобальность и просто думать о том, что идёт деградация и все такие вот уроды, новое поколение, там, да, стёрлись границы, у нас было лучше. Ну, это как бы всегда будет преследоваться, да, поколениями. Наши мамы говорили на нас, что у них там было лучше, куда там новое поколение. А сейчас мы вот уже, да, вырастаем, и вот начинается вот это тоже, я вижу, вот. Ну, как бы это естественные такие процессы. Ничего страшного не происходит. Всё естественно, и всему есть объяснение. Во всяком случае, я нахожу это объяснение. Парень не умеет говорить милые слова, комплименты, тем более уж дарить подарки, ну, короче, хоть как-то радовать. Говорила ему об этом, отвечает, что не такой и не может. Как с этим бороться, или уже только сменить парня? Второй вариант, скорее всего. Ну, это, если вы ко мне обращаетесь, да, то у меня всё просто, сменим парня. Знаете, встречала я разных ребят, и всегда мне очень нравилось какого-то парня не такого, сделать таким, каким надо. Поэтому, мне кажется, что просто человек, который испытывает эмоции, окрылён, влюблён, он намного способен, даже порой не ожидает от себя, что он способен на это, бежать куда-то, дарить цветы, удивить. Так, ну что, села у меня батарейка, и, короче говоря, что-то я так посмотрела, у меня свет меняется, там, как только я подключаюсь заново. В общем, осталось ещё три вопросика, и я не досказала на предыдущий, потому что у меня закончилась память, мне пришлось ещё память освобождать. Короче, главная мысль того вопроса, что я всегда обращала внимание на то, как мужчина ведёт себя в самом начале отношений. Но, опять же, это зависит от того, какую позицию вы занимаете. Вот я всегда занимала позицию такую наблюдательную, то есть я давала возможность человеку меня завоевать, и так просто вот не отдавалось ему в руки, так просто меня завоевать нельзя было. Поэтому человек максимально старался делать всё, что он может в самом начале, поэтому я видела его способности. Потом, когда уже там бытовуха, какие-то моменты, всё меняется, понятно, уже не такие ухаживания, не такие поступки, но ты знаешь, на что человек способен. Но если вдруг тебе что-то понадобится, ты знаешь, каким он был, да, и как бы можно повторить иногда. Вот, а если этого нет, то уже, ну, не хочется что-то, а зачем вопрос там, да, и так далее. Но если твоей половиночке надо, уж постарайся, потому что ради неё когда-то ты всё это делал. Вот, и у меня всегда так было. Поэтому попробуйте обратиться вот туда-назад, вспомните, какой он был. Если, конечно, не было никакого конфетного, букетного периода, и вас, в принципе, это устраивало, и он вас завоевал чем-то другим, тогда, может, и не стоит требовать от человека, да, чего-то немыслимого, чего он не может дать. Вот. Ну, а если он был каким-то другим, а вот сейчас он такой человек стал, да, то, скорее всего, это просто, ну, не хочу. Хотя ради любимой женщины можно напрячься и постараться сделать ей приятное. Василий, как поступить, если несколько лет дружишь с человеком и в последний год понимаешь, что морально его перерос, с ним стало неинтересно, его темы для разговоров при встрече одни и те же, темы неприятные и оскорбительные для третьих лиц. Как такое отношение свести на нет, чтобы никого не обидеть? Слушайте, ну, если вы так вот, как, ну, старайтесь аккуратнее, да, но хотя это зависит ещё от человека, возможно, вы всё равно обидите, да, его, если он хочет с вами общаться, а вы там раз то соскакиваете всё время, то чем-то заняты, можно попробовать плавно это сделать, да, но человек всё равно что-то заподозрит, что вы уже не общаетесь так, как раньше, да, даже если вы виду не подойдите о том, что вам с ним просто неинтересно, понимаете, такая немного высокомерная позиция, что вот он отстал от развития, да, возможно, просто вам неинтересно вместе, может быть, он в чём-то другом преуспел, хотя, может быть, вы и правы, он действительно деградировал, и вам с ним неинтересно. Но смысл в том, что, ну, просто не обижать человека, попытайтесь, ну, не обижать, я имею в виду не говорить ему истинные причины, конечно же, всего этого, и попытайтесь как-то, ну, ну, как бы человек может быть занят, не должен же он обижаться на то, что вы там заняты, и у вас какие-то другие дела, другие интересы. Если у вас другие интересы, и вам с ним неинтересно, то, понятное дело, что вы будете где-то в другом месте пропадать. И он всё равно может на это обидеться, что вы просто не находите для него времени, но вас это не должно беспокоить. Главное, что вы его не оскорбляете, не унижаете, да, и просто как бы сводите отношения на нет. То, что обидится он или нет, вот здесь уже вопрос его, да, внутреннего. Если он совсем такой, видите, не развивается, возможно, и обидится. Ну, как бы, а тут что сделать? Как бы, нужно выбирать. Либо обидеть и не общаться, либо общаться и не обижать. Сейчас требуется связаться с бывшим мужем по некоторым юридическим моментам. Мы не общались с момента развода, то есть полтора года. Он меня даже заблокировал в соцсети. Как-то страшновато, не знаю, с чего начать. Понимаю, что встретиться всё равно будет необходимо, как себя пересилить, если можно, анонимно. Так, ну, я не выставляю, да, сообщения здесь никакие, не говорю имён. Не знаю причины, да, по какой что расстались, почему человек вас там заблокировал. Возможно, знаете, блокируют обычно люди ещё, когда либо они просто не могут с вами найти там общий язык, да, и просто вот вы уже бесите. Вот просто бесит человек, и всё, и его блокируют, чтобы он тебя не доставал. Либо как проявление каких-то эмоций ещё, да, блокировка такая происходит, чтобы вот не тревожил душу там и так далее. То есть причины, в принципе, особо не важны, но сам факт того, что нужно решать юридические моменты, и как бы за вас никто этого не сделает, да, я так понимаю. Поэтому, ну, никак, нужно пересилить. Что важнее вам? То, что вы испытываете во время переселения себя, да, либо всё-таки юридические моменты важны. Никуда деваться, придётся пересилить. Как пересилить? Это просто делать то, что надо делать. Вот и всё. Сквозь страх, неприязнь, какие-то непонятные моменты, вот сквозь это всё вы просто берёте и делаете то, что должны. И последненький вопрос. Приветик. Вот наглядная история. Я познакомилась с молодым человеком. Он оказался верующим мусульманином. Через несколько лет я сама приняла ислам, но не из-за мужчины, сама решилась. Год назад мы поженились. Все мне говорят, что русскую душу не выбьешь, и меня надолго не хватит, что синичка-синичка, а воробей с воробьём. Силь, как думаешь, почему у людей возникают эти мысли при виде таких пар? Что думаешь сама? Что касается смены, допустим, религии, да, или там по стечению жизни принятия какого-то взгляда, который вам больше интересен, я, в принципе, к этому отношусь нормально, потому что сама христианка в прошлом, да, но я не выбирала этот путь, просто меня так воспитывали. А в более сознательной жизни я выбрала взгляд буддийский, и в простонародье как-то является буддизм религией, хотя по сути своей она не религия, это просто учение, взгляд, вот. Но я отношусь ко всем религиям как к одному из взглядов на жизнь, да, потому что есть какие-то свои пути, свои цели, свои методы, вот. Вот, и каждый выбирает то, что ему нужно. Мы настолько все разные, настолько у нас такой бэкграунд разный, что, возможно, просто у вас в этой жизни связь есть с определённой религией, и поэтому вы как-то внутренне вот так к ней пришли, приняли, и это теперь ваше. Ничего в этом такого не вижу. Тут главное, кто вы внутри, да, и себе не изменять. То, что пары могут быть с разными религиями, это, конечно, сложно, и опыт показывает, что, как правило, им сложно, и чаще всего, наверное, люди расстаются, но есть исключения, у которых получается, и никак это им не мешает, они могут и детей воспитывать в двух взглядах, да. Тут просто вопрос того, насколько углублён человек в ту или иную религию, да, и насколько он гибок вообще в жизни, чтобы было, допустим, так или иначе. Просто есть такие люди, которые вот очень ревностно относятся к религиям, да, ну вот к своей, вот только моя, всё остальное не то там, да, и не принимают. Из-за этого могут возникать конфликты, даже если ты говоришь, что ты очень лояльно относишься ко всему, вот. Поэтому я знаю, что есть исключения из правил, и что, в принципе, теоретически жить можно так, с двумя разными взглядами. Есть более-менее похожие какие-то взгляды, которые не противоречат друг другу, тоже можно. Не знаю. Я бы не бралась говорить о том, что там не выдержишь, не твоё. Может быть, они просто вас плохо знают, может быть, это действительно ваш взгляд, о котором вы не поменялись. Мне тоже говорили много, что я там играюсь, там религия религии, ты вот христианка, тебя крестили, да, а что ты там вот играешься, выбрала. Но только я знаю, как у меня внутри, и чему я принадлежу, какие связи у меня из прошлого. Поэтому мне всё равно, кто что-то говорит, я иду своей дорогой, как будет, так будет. Всё, мои хорошие, я ответила на все ваши вопросы. Надеюсь, мои ответы вам понравились, может быть, принесла какую-то ясность, может быть, какой-то альтернативный взгляд предложила. Мне будет очень приятно, если вам помогут мои ответы на решение каких-то ваших задач. Что ж, теперь я с вами прощаюсь, пойду монтировать это видео, ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok